Я делаю записовку. Да, плиз, на клауд, на клауд, да? Да, да, да. Все отлично, все пошло, замечательно, спасибо. Хорошей недели и, конечно, всем здоровья и успехов, и хорошего настроения. И призыв всегда к изучению Торы, и особенно в нашем случае для нас, для нашего круга, так скажем, очень важное изучение пророков. Мы много раз с вами говорили, что именно пророки нас связывают со Святой Землей. Именно они позволяют нам представить все те процессы, которые происходят в наше время. И то, что для меня наиболее важно, как говорит Равку, когда ты соприкасаешься с пророческими книгами, с пророческими текстами, ты соприкасаешься с пророческим духом. И, как мне представляется, это расширяет возможности человека, дает ему несколько, если так можно сказать, шире или глубже взглянуть на мир, не только с материальной точки зрения, но и с духовной точки зрения, что очень-очень важно в наше время. Наше время отличается тем, что люди, к сожалению, очень мало читают и очень мало знают, если взять в среднем. И мы с вами, конечно, ни в коем случае не можем допустить для себя и для своих детей такой ошибки. Мы должны развиваться во всех, во всесторонне и особенно, как я говорю, в нашем случае обратить внимание на пророков. И вот с вашего разрешения, с молитвой в сердце мы обращаемся ко Всевышнему, чтобы нам была помощь в понимании этих сложных текстов. И мы продолжаем с вами изучение книги Шмуэль Алиф. И мы говорили о тех скитаниях, в которые отправился Давид, о том, как несправедливый взгляд на вещи, или, скажем, неадекватный взгляд на вещи, или, как бы вы сказали, я думаю, лошонара, дурной язык, могут изменить не только судьбу одного человека, но и многих людей, и даже всей страны. Мы с вами остановились на очень важном моменте на суде над каренами, которые были в Нове. И мы помним, что Давид первым делом, убежав из Гива, где находился дом Шаули, его дом из столицы в то время Израиля, он направляется сразу в город Нов. Сейчас мы попытаемся с вами представить себе путь Давида. Вот я много раз поворачиваю этот рисунок, но он опять у меня... Сейчас, секунду. Вот, мы видим с вами рисунок. Нет, Равзеев, я вижу черный экран. Одну секунду. Послушай, ты не можешь, ты должен закрыть этот, сделать стоп-шер, открыть другой документ и снова сделать шер. Спасибо большое. Придума другое окно, мы не можем его видеть. Спасибо за подсказку. Сейчас мы пытаемся это сделать. И вот так вот, я думаю, что мы с вами видим... Так отлично, так отлично. Вот, мы видим... Мы видим, это город Гива, который находится недалеко от Иерушалаима. Он находится в колене Бениамина. Как мы можем представить себе, Шауль превратил его в свою столицу. И там же живет Давид. И вот из Гива он бежит и убегает, приходит в город Нов, где в то время стоит Мишкан. Там он получает от Ахимелиха, сына Ахитуба, он получает меч и хлеб, как мы помним с вами. И он бежит в сторону филистимлян. Приходит, как мы помним с вами, к филистимлянам. И там царь Ахиш признает его сумасшедшим, отправляет, как человека ненужного и бесполезного, которым он не хочет заниматься и не хочет даже выяснять его личность, отправляет его обратно. И Давид попадает, в конце концов, в Адулам. Это область в изобилующее пещерами, где он может прятаться. Область в районе Иуды. И мы посмотрим с вами, что происходит здесь, как бы в этой точке повествования. Пока мы вернемся к тексту и посмотрим тот момент, о котором мы с вами говорили. Суд над кавернами. Секунду. Секунду. Видим с вами экран? Нет? Видим. Да, да, все видно. Видим экран. Отлично, видим текст. Вот мы видим с вами, что 22 глава начинается. И пошел Давид оттуда и побежал в пещеру Адулам. И услышали братьевую, и дом отца его, и спустились к нему туда. Оттуда это он уходит от Ахиша, от филистимлян. Теперь каждое слово, оно здесь нас призывает задуматься, и оно нетривиально, особенно для той ситуации, которую мы с вами видим. Мы видим, что братья его и дом отца его спускаются к нему туда. То есть он посылает весточку отцу. И братья его, которые раньше его подозревали в гордыне, заносчивости, они после сражения с Гальятом и после многих других событий не встали на сторону тех, кто обвиняет Давида, на сторону окружения Шауля. И они приходят к Давиду для того, чтобы поддержать его. И приходит весь дом отца его, приходит отец, приходят его родители. Как вы представляете себе, что жить в пещерах для пожилых людей очень трудно? Мы можем вспомнить Рамбама, Маймонида, который бежал из Испании и потом был вынужден бежать из Феса и скитался на протяжении нескольких лет в Северной Африке и жил в пещерах. В пещерах умерли его родители, они не вынесли тяжести такого быта, скажем, или наоборот, отсутствие быта. И они умерли в период жизни в пещерах. Также мы можем представить, насколько это непросто. Но Ишай, большой праведник, и вся его семья присоединяется к Давиду, конечно, это становится известно. И Давид получает определенную поддержку, прежде всего в Иуде, а далее и в других коленах Израиля. Однако окружение Шауля по-прежнему остается враждебно к нему. И по-прежнему Дой, который находится рядом с Шаулем, продолжает наговаривать на Давида. И собрались к нему все люди притесненные, все задолжавшие, все огорченные. И был он им главой, и было с ним около 400 человек. В Адулан собирается войско Давида. Это действительно войско Давида. К нему приходят люди. Текст говорит о притесненных, о задолжавших и так далее. Но среди этих людей есть и величайшие праведники, которые впоследствии составят костяк войска Давида. Так называемые Геборим, Геборим, Шельдавид. Воины, сильные, отважные воины, военачальники Давида. Они уже появляются в этот период возле него. И пошел Давид оттуда в Митспе-Моав. Давид направляется к Мертвому морю и к месту, которое называется Митспе-Моав. Возле Мертвого моря, как мы можем себе хорошо представить, по Ингедию или по Митсада. Можем представить себе, что есть скалы, где можно укрыться и не ожидать неожиданного нападения врага. И сказал царю Моава, пусть выйдут к тебе отец мой и мать моя пожить с вами, пока не узнаю я, что сделает мне всесильный. Мы помним, что Давид ведет по матери свою родословную из Моава. Руд происходит из Моава, причем она происходит из царского рода, от царя Иглона. И Давид, как мы с вами говорили, жалея отца и мать, он просит у царя Моава, чтобы вышли к нему, то есть вышли из земли Израиля и отправились в страну Моавицкую к царю его отец и мать. Вместе с ними пойдут и братья, для того, чтобы заботиться о родителях и не оставлять их одних. И забегая вперед, можно сказать, что это момент, так сказать, предвестия, преддверия большой трагедии. Пока мы движемся дальше. И привезли к царю Моава и жили с ним все дни, пока Давид находился в укреплении Мицпе-Моав. Вот оно, то предложение, которое показывает нам, что что-то произошло. Пока жил Давид в укреплении Мицпе-Моав, то есть недалеко от границы Моава, да, отец и мать и его братья жили в Моаве. Как только он ушел, отец и братья были, отец и братья были тут же убиты, казнены. И только младшему брату удалось сбежать в Омон, где царь Омона приютил его. Так что за, так сказать, преследование Давид платил высокую цену за то, что он не просто убегал от Шауля, а он готовил костяк нового царства и собирал вокруг себя верных людей и хотел зарекомендовать себя как тот человек, который может править Израилем. Мы с вами дальше увидим, что действовал он не совсем по своему соображению, и рядом с ним находился пророк Гад. Вот в следующем предложении сказал пророк Гад Давиду. Мы не знаем о становлении пророка Гада как пророка. Мы только знаем, что он был учеником Шмуэля и был послан Шмуэлем вместе с Давидом, чтобы быть ему всегда правой рукой, поддержкой, советником и говорить ему слово Всевышнего, направлять Давида. Мы понимаем, что Шмуэль не оставляет заботу о Давиде. Конечно, он, безусловно, переживает из-за создавшейся ситуации. Он любит Шауля, он понимает его состояние, но и, безусловно, Давид ему не безразличен. И, особенно, как человек, который встанет во главе царства Израиля и создаст и сформирует его. Безусловно, рядом с таким человеком, по мнению Шмуэля, должен находиться пророк. Вот он посылает своего ученика. Что же ему говорит пророк Гад? Не сиди в укреплении, Митцпе-Муа, иди и придешь ты в землю Иуды. То есть мы понимаем, что здесь несколько переставленных предложений. Мы уже знаем, что Давид ушел из Митцпе. А вот здесь говорится причина, почему он ушел из Митцпе. Иди и придешь ты в землю Иуды. И пошел Давид и пришел в лес Херет. У кого-то отбрит микрофон или сейчас. Пророков комментирует. Он написал целую серию книг. Секунду. Давай мы свяжемся. Подожди. Я с Фёлей говорил. Ефим, я выключу вам звук. Внимание. Сейчас. Секунду. Мы с вами еще раз включаем демонстрацию экрана. Еще раз я выберу для вас карту. Для того, чтобы посмотреть. Мы карту видим с вами? Нет, не видим. Не видим. Еще раз. Нет, ты должен опять то же самое закрыть и открыть слегка. Да, 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 да. Все, да. Вот так мы видим карту. Да, теперь есть. Да, сейчас нормально. Итак, тот путь Давида, о котором мы говорили. От возвращения и от филистинлян. И вот он в районе Адулама. И, естественно, что в центральном районе страны он чувствует себя неуверенно. Совсем недалеко от Гива, совсем недалеко от Шауля. И он отправляется в пустыню. Вот где-то здесь, где-то здесь находится Митспе Муаб. Может быть, даже еще южнее. И, скажем, да, здесь происходят вот эти печальные события, когда он отправляет отца и мать, и царь Муаб расправляется с ними. Теперь, здесь, где-то из Митспе Муаб, из этого района, Гад велел ему вернуться. И он начинает возвращаться. И он возвращается в район Адулам. И здесь находится в лесу Херет. Если Давид только что ушел оттуда, то как мы можем себе представить, спросить себя, зачем он возвращается в пещеру? Не в пещеру, в пещеры, в район Адулам. И ответ здесь простой. Гад не случайно послал его туда. Он, пророческое повеление, говорит о том, что Давид... Текст мы видим с вами? Видим. Замечательно. Спасибо, что откликаетесь. Гад велел Давиду пойти в центральный район страны, в Иуду, для того, чтобы начать действовать. Действовать как руководителю народа, пускай преследуемого, но человеку, который несет, уже несет ответственность за весь народ. И услышал Шауль, что объявился Давид, и люди, которые с ним, а Шауль сидит в Гима, то есть совсем недалеко, под Тамариском на холме, и копье его в руке его, и все слуги его стоят возле него. Сидит он по Тамариском, видимо, потому что у него нету большого дворца, нету большого помещения, а он собрал всех своих слуг, большое собрание, поэтому это на открытом воздухе. Он держит копье его в руке его, и это для Шауля, для того времени, копье в руке, это признак царской власти, так как, возможно, позднее будет скипетр. И, может быть, какие-то другие отличия царя, здесь он держит копье, и это указывает на то, что он правитель. И сказал Шауль, слугам своим, стоявшим возле него, послушайте, Касанагер Бениамина, всем ли вам даст беныша и поля и виноградники, всех ли вас поставят начальниками над тысячами и начальниками над сотней войнами? Еще раз хочется обратить ваше внимание, что в каждом предложении мы чувствуем здесь динамику, целый ряд изменений и событий, которые скрываются между строк. Шауль обращается к сыновьям Бениамина, видимо, теперь они либо полностью составляют его двор, либо, по крайней мере, значительную часть, костяк его двора – это сыновья Бениамина. Раньше так не было. Но теперь, когда колено Иуды, Ишай и колено Иуды, по крайней мере, в какой-то степени приняли Дамида, пошли за ним, поддержали его, теперь Шауль производит перестановку в своем дворе. И основные места, ключевые места, а может быть и все, он отдает сыновьям Бениамина, то есть своему колену. И теперь он и обращается, как бы, исходя из ситуации, он говорит, я поставил вас, мы с вами одно колено, вы должны понимать ситуацию, вы видели, что колено Иуды поддержало Давида, представьте себе, что Давид завтра придет к власти, вы останетесь не у дел. Более того, вы попадете в положение преследуемых, как те, кто поддерживали царя предыдущей династии. Не хотите ли вы задуматься над этим, говорит Шауль, что вы все вступили в заговор против меня, и ни один не открыл меня, что заключил сын мой союз с сыном Ишая. И ни один из вас не позаботился, и обо мне не открыл меня, что восстановил сын мой раба моего против меня, чтобы тот напал на меня из засады, как это выяснилось сегодня. Кто мог сказать Шаулю о том, что Давид и Ионатан заключили союз, кто мог сказать ему о том, что мы, они встречались. Только один человек, Дорик, он донес, он написал всю ситуацию, встречу Ионатана и Давида. И вот, когда сыновья Вениамина стоят потупив голову, им нечего сказать, они ничего не знают, они даже не предполагали, что они должны расследовать, изучать, где находится в данный момент Давид, выискивать его местоположение, укрытие. В этот момент Дорик, он отвечает, ответил Дорик Адуми, а он поставлен над слугами Шауля. Мы уже знаем, в каком смысле он поставлен над слугами Шауля, и мы здесь видим повышение его должности. Раньше он был над пастухами, а теперь он поставлен над всеми слугами Шауля. То есть он получил повышение, и саглядатый тайная полиция, он занимает самое-самое важное, главное место, как это бывает во времена реакции. И сказал, видел я сына Ишая, как он пришел вновь к Ахимелеху, сыну Ахитула. И спросил до него Бога, и продовольствие дал ему, и меч Гальята пришти дал ему. Вот эта фраза, или, скажем, эти слова, очень серьезное обвинение против Давида, хотя на первый взгляд так не кажется. Доек говорит то, чего не было, он мог предполагать. Он видел, как Ахимелех зашел в Мешкан для того, чтобы принести меч Гальята и передать Давиду. Да, это он видел, продовольствие и меч он видел, это точная информация. А вот то, что Ахимелех спросил через Урем и Турем, через тот нагрудник, который на нем, он обратился к Богу ради Давида, этого не было. Это Доек мог только догадываться, потому что Ахимелех зашел в Мешкан, а в Мешкане, как мы помним, там хранился на месте ковчега, на месте ковчега хранился нагрудник первосвященника. И он зашел, и, как полагал Доек, он спросил Всевышнего, что же в этом такого ужасного? Дело в том, что первосвященник мог обращаться через Урем и Турем Всевышнему только для царя, в крайнем случае по просьбе царя. По просьбе царя для какого-нибудь важного человека, которого он послал к первосвященнику, потому что сам не смог прийти. Но здесь мы понимаем, что не было ни того, ни другого, не было ни царя, не было ни посланника царя. И это обвинение, которое можно перевести на простой язык, он взбунтовался против тебя. Он объявил другого человека царем вместо тебя. Вот это спросил для него Бога. Это ложь, может быть, догадка Доека, которую он не имел права, естественно, произносить, когда у него не было точных доказательств. И она стала критической и открыла путь к дальнейшим трагическим моментам. И послал царь позвать Ахимелиха, сына Ахипуа, первосвященника, и весь дом отца его. То есть, Шауль как бы исходит из того, что ни один Ахимелих помог Давиду, но в городе много священников, и ни один из них не донес ему, Шаулю, о том, что произошло. И это дает основания подозревать, что готовится к заговору, что все они причастны к заговору. Шауль, у него, безусловно, конфликт со Шмуэлем. Как бы Шмуэль к нему хорошо не относился, но он с ними встречается, он не помогает ему, он не посылает ему учеников своих. Вот Давида он послал учеников, Шаулю нет. У него конфликт со Шмуэлем, и, естественно, он уже подозревает, что Шмуэль помазал на царство Давида. На кого может Шмуэль с точки зрения Шауля опираться, если Шмуэль готовит переворот? Конечно, на первосвященников и левитов, как мы представляем, это все одно колено, его родственники, на них он может опираться для того, чтобы свергнуть царя. Весь этот, как бы все эти нити сплетаются вместе в один узор, и у Шауля уже не остается практически сомнений в том, что против него готовится заговор, и не остается никаких оправдательных моментов для оправдания первосвященника и всего дома Кагенов, который в Нове. Нужно вспомнить, что царь имеет право казнить и миловать единолично, и это его прерогатива, и его приказ казнить кого-то, он должен исполняться. Нравится нам это или не нравится, нравится ли это сыновьям Израиля или не нравится им. Они приняли на себя это обязательство, а Шмуэль предупреждал их. Они заключили союз перед лицом Всевышнего, что есть царь, у которого почти неограниченные прерогативы. Все зависит только от того, каков это человек. И, как мы видим, многое зависит от того, не только от того, человек хороший или плохой, привержен Торе или нет. Многое зависит от того, насколько этот человек уравновешен, насколько он умеет владеть собой. И эта ситуация, которая теперь есть, которая сложилась, царь может судить и миловать единолично. И сказал Шауль, слушай-ка сына Хитула. Несколько такое принадлежительное обращение. Не Агумелих, а сына Хитула. И сказал тот, вот я, господин мой, первосвященник, готов повиноваться царю, готов подчиняться царю. Единственный человек, который может не подчиняться царю, это пророк. Единственный человек, который может приучать царя, это пророк. Все остальные должны проявлять крайнее почтение и не возражать царю. И сказал ему Шауль, почему вы вступили в заговор против меня, ты и сын Ишая, когда ты дал ему хлеб и меч и спросил для него всесильного, чтобы подняться на меня и напасть, поставив засаду, как это выяснилось сегодня. Шауль подозревает Давида, что он находится в Адулами, и он готовит засаду против него, собирается поймать его так или иначе, зная, каким искусством Давид владеет военным. Конечно, стоит опасаться Давида, когда он находится в Адулами, уже не в Митспе-Муав, не около Мертвого моря, а в Адулами. Конечно, он опасается его. И он утверждает, что Ахимелих спрашивал специально у Всевышнего для Давида, как лучше поставить засаду. Где ему напасть на Шауля? Где поймать Шауля и убить его? У Шауля нет сомнений, что вопрос через Урем и Туми, через нагрудник первосвященника, первосвященник был именно об этом. Я напомню, что на нагруднике первосвященника были 12 драгоценных камней, на которых были выгравированы имена сыновей Израиля. И когда это был такой некоторый инструмент пророчества, первосвященник должен был быть человеком особым, предельно чистым в своих мыслях. И тогда, когда к нему обращались, то Всевышний отвечал, обращался царь, Всевышний отвечал через нагрудник, каким образом буквы на нагруднике высвечивались. И они стояли у него перед глазами. Не то, что он должен был рассмотреть себя на грудь и определять, какие буквы засветились. Нет, буквы высвечивались, стояли у него перед глазами. И от него требовалось из этих букв сложить ответ. Для этого действительно нужен был пророческий дар, потому что из набора букв не всегда может человек обычный выстроить фразу, тем более фразу, которая является ответом на важный вопрос. И отвечал Ахимелех царю и сказал, и кто из всех слух твоих отдавит, верен, и он, зять царя, и подчиняется приказам твоим и уважаем в доме твоем? Стал бы я сегодня спрашивать для него всесильного? Он не отрицает бесполезно спорить. Он просто говорит, что я бы и не стал спрашивать для него всесильного, не подобает мне. Пусть он не возлагает вины царя, пусть не возлагает вины царь на раба его и на весь дом отца моего, и бы не знал и не слышал раб твой обо всем этом, ни малого слова, ни большого. Мы понимаем ответ Ахимелеха, кто знает о конфликте Давида с Шаулем. Никто не знает. Он доверенный человек, он воин, он военачальник, он женат на дочери царя. Вдруг он появляется ночью и говорит, что он идет со специальным заданием. Кто мог заподозрить его? Он говорит, но то, что интересно, Ахимелех говорит, не подобает мне. Ахимелех, понятно, он большой праведник. Первосвященник не мог быть иным человеком. И все кавены, которые служили в Мешкане, отличались праведностью. А повиноваться царю, не бунтовать против царя, то есть тем самым элементарно проявляя уважение к царю, трепет перед царем – это заповедь Торы. И мы привыкли больше внимания обращать на формальные заповеди Торы, типа Толит, Фитфелин. И для нас человек, скажем, который усиленно молится, он самым тщательным образом соблюдает кашрут, для нас он уже большой праведник. Для этой ситуации мы видим, что это не совсем так. Есть еще одна величайшая заповедь. Заповедь важная для всего народа Израиля. Неуважение к царю может, как мы говорили, привлечь врагов, которые будут думать, что царь не обладает неуважением, не силой, не властвует своими подданными. Поэтому сейчас хорошая ситуация напасть. И вообще Тора требует трепета перед царем. Трепета перед царем для того, чтобы был порядок. И царь призвать, как мы понимаем, возвышать духовный уровень, утверждать суд. И не только суд, утверждать моральные нормы от народа. А от людей требуется проявлять трепет перед царем. И Ахимелих видит в этом величайшую заповедь Торию, говорит, не подобает мне, человеку, который соблюдает тщательно заповеди, мне не подобает проявлять неуважение к царю в том смысле, что давать руку помощи, протягивать бунтовщику против царя. Это не про меня, и сказал царь. Но Шауль не слышит ничего, и он говорит непременно, умрешь ты, Ахимелих, ты и весь дом отца твоего. И мы понимаем, что у Шауля есть такая прерогатива. Он может отдать приказ и казнить и Ахимелиха, и всех, кого он считает причастным к бунту в той или иной степени. И сказал царь гонцам, стоявшим рядом с ним. Здесь гонец, наверное, не только адъютант, которого посылают на посылках, это некоторая должность высокая, которая во времена Шауля в еврейском войске, в войске сыновей Израиля, называлась гонец. И вот он говорит своим, можно сказать, генералом, может быть, или высоким офицером высокого чина, стоявшим рядом с ним. Повернитесь и убейте Каэна в Бога, ибо и их рука с Давидом. И ибо знали они, что убегает он, и не открыли мне. И дальше потрясающий момент. Но не пожелали слуги царя простереть руку свою, чтобы поразить кавенов Бога. Этот момент совершенно принципиальный, оставшийся в наше время без должного внимания, связан с целой судьей в Гемаре и в Бавли и в Ярушалме. Давайте я сейчас попытаюсь открыть вам то, что я приготовил для вас, и берем, и мы посмотрим, что здесь происходит. Итак, и так, и так, и так. Значит, вот мы берем здесь, и с вашего разрешения мы берем вот этот, берем вот этот кольц. Сейчас мы видим текст. Равзеев нет, пока не видим. Пока нет. Отлично, отлично, еще секунду. Еще секунду. Так, мы видим текст? Да, теперь да. Это на основе трактата Сенгидрин, Ярушалме, 10.2. В скобках можно заметить, что в Ярушалме несколько по-другому делится. Если Бавли делится по листам, может быть, 111а и 111b, то Ярушалме делится по мишнает и по тем отрывкам, которые связаны с этими мишнает. И вот Сенгидрин, Ярушалме, 10-я мишна, 2-й отрывок, нам рассказывает вот что. Агадал утверждает, что прежде чем обратиться к Доеву, царь приказал Авнеру и Амаса убить Кавенов. Авнеру и Амаса находятся с Шаулем. Еще немного Амаса перейдет к Давиду, но пока он находится в войске Шауля. Это начальники Шауля, которые сформировали для него войско, то войско, которое одержало уже множество побед. Самые высшие чины войски Авнер и Амаса. И именно им приказывают убить Кавенов. Но они заявили, что не будут это делать. Когда же, напомнив своим начальникам над войском о том, что они должны быть благодарны Шаулю за почетные должности, занимаемые ими, они ответили, что ты дал нам это оружие и эти доспехи, мы готовы вернуть их тебе. Ты нам погоны прикрепил, возьми свои погоны. Ты нам дал эти железки, возьми обратно свои железки. Таким образом, Шауль, который начал вести себя как цари всех народов, раздающий почести и награды и требующий взамен верности престолу, натолкнулся на сопротивление людей, служивших ему. Не ради выгоды или почета, а исключительно во имя небес. То есть мы здесь прежде всего проникаем как бы в обстановку, в настроение воинов Шауля. Это не карьеристы, не дай бог. Это не головорезы, это не наемники. Это люди, которые пришли строить царство Израиля. У них нету ничего личного, кроме желания исполнить заповедь, кроме, в высоком смысле слова, служить Всевышнему. И все войны, которые они ведут, они воспринимают как войны во имя Всевышнего. И здесь возникает, как говорят, конфликт интересов. С одной стороны, есть заповедь подчиняться царю. Любое неисполнение приказа – это бунт. А мы понимаем, что сама Тора требует трепета перед царем. Посмотрим, что происходит дальше. Они отказываются. Но, несмотря на отказ исполнить приказ царя и убить каенов, вина которых не была доказана, Талмуд не снимает савмера, возглавлявшего войска Шауля, ответственных за их гибель. И в трактате Сангедрин на 20 листе уже в Талмуде Бавли говорится, за что был наказан Авнер. Он был убит. И в дальнейшем мы увидим, что Авнер погиб. И его тяжелая и преждевременная смерть была свидетельством гнева небес. Обрушившимся на него. А Турей ответил... Почему? Ответил Раф-Иуда, сославшись на раба, Авнер должен был помешать Шаулу, а он не помешал. То есть, недостаточно было отказаться. Надо было поднять бунт. Надо было воспрепятствовать этому приказу. Здесь есть детали. Есть кто-то, кто считает, что это не совсем так. Но нам это сейчас не важно. Все детали и споры в Талмуда. Нам важна вот эта посылка. Иш и Амаса также погиб. Это просто здесь говорится про Авнера. Амаса также погиб. И такая же претензия, как бы, Талмуда предъявляется к нему. Недостаточно пассивного сопротивления, отказа исполнять приказ. Надо было сделать все возможное для того, чтобы предотвратить смерть колена. И теперь мы спрашиваем себя, разве это не бунт против царя? Откуда они знают, что он не виноват? Вот Довик все изложил при них очень хорошо. И то, что Урим и Тумим спросил. И сына Хитуба, первосвященник, не отрицает напрямую то, что он спросил Урим и Тумим. То есть, фактически, сделал то, что можно делать только для царя. Откуда они знают? Откуда Абнер и Амаса знают, что Кавены невиновны? Что они не нарушили тяжелейший запрет Торы бунтовать против царя, поднимать бунт против царя? И здесь единственный ответ – интуиция. Перед ними стоят величайшие праведники, которые, ну, как бы по-простому, из общих соображений, не могли совершить такое страшное преступление, как есть свинину или как восстать против царя. Не могли. Они так чувствуют. Абнер и Амаса. И они отказываются. Отказываются исполнять этот приказ. И из этого вытекает Галаха. Мы понимаем, да, что есть обязанность исполнять, есть обязанность исполнять приказы. Однако, явно, скажем, незаконные приказы человек не должен исполнять. Но есть приказы, не явно как бы незаконные. И здесь Галаха говорит человеку не иди в роте своей совести. Что будет? Шауль же может казнить их. И Абнера, и Амасу, невзирая на все их заслуги. А если взять простого человека, простого воина, который бы так бы отказался, то он бы уж точно воплотился в жизни. Ну и что? Это лучше, чем убить невиновных. Лучше воплотиться в своей жизни, чем убить невиновных. Есть еще одно место, также в Танахе, которое объясняет Радак, совершенно явно. Здесь у нас есть Сангедрим. А есть комментатор Радак, забегая вперед на то место, когда Давид посылает письмо Юаву с приказом казнить Ури Лахити и еще казнить так, чтобы это было непонятно, и чтобы это осталось тайно. Радак говорит, что Юав виноват. Он не должен был исполнять этот приказ. Он не должен был исполнять этот приказ. На нем в первую очередь лежит ответственность, потому что, говорят, человек, человека нельзя послать совершить преступление, как мы знаем. В каком смысле? Послать-то, конечно, можно, но с галактической точки зрения человек не может сказать, что его послали. Когда человека посылают исполнять заповедь, то его действие, оно как действие того, кто его послал. Он посланник. Можно послать человека даже заключить брак для тебя. Вот ты ему даешь кольцо, говоришь, поезжай в такой-то город, женщина найдешь, заключишь брак для меня от моего имени, его действие, передача кольца этой женщины, оно будет так же, как действие пославшего его. А он как бы рука, продолжение этой руки. Совсем не так, когда преступление. Если кто-то послал кого-то украсть, и тот украл, то кто украл? Не вдаваясь в подробности, не говоря о моральном облике, не говоря о том, что наказание небес всегда есть и присутствует. Украл тот, кто украл, не тот, кто его послал, а тот, кто вошел куда-то, в магазин, допустим, взял и украл, он украл. Он будет нести ответственность, как вор. Тоже отсюда вытекает один очень важный момент, который остался непонятым в наше время. Здесь можно обратиться к такой, скажем, очень тяжелому моменту в нашей современной истории, обратиться к истории Гуш-Катифа, выселению где-то 15 лет назад из Гуш-Катифа порядка 10 тысяч человек, из процветающих ешуов, из процветающих поселений, передачи территорию арабам, разрушение этих поселений без всякой на то какой-нибо стратегической, политической или какой-либо другой необходимости на разрушение во имя разрушения. Разрушение, потому что в Израиле есть силы, которые ни в коем случае не хотят видеть Израиль сильной страной и делают все для того, чтобы его ослабить. Одну секунду, сейчас мы попробуем поднять какие-то кадры, просто получить не то, чтобы получить представление. А взаимный экран, вам нужно снова наверное закрыть. спасибо, что подсказываете. Может быть, я когда-то решу эту проблему. вот вот так мы видим с вами фотографию? Видим. Это одна из миллионов фотографий, которые в какой-то степени позволяют представить себе, что происходило в Гуш-Катифе. Была пригнана армия в специальной форме, которая насильно выселила людей из домов, отвезла их в автобусах во временное жилище. Для людей это была трагедия и трагедия для детей. Она, эта трагедия остается по-прежнему трагедия Ирана до сих пор не зажила. Об этом можно говорить бесконечно. Нужно сказать, что солдат специально обрабатывали. Определенное время, чуть ли не полгода в армии главную роль была отведена, главные командные посты были отведены психологам, которые отрабатывали с ними вот эти моменты, отрабатывали, что нужно делать, и смотреть в глаза, одеть черные очки, отрабатывали на куклах, как забирать детей, которые на руках у матерей, чтобы дети не пострадали, но попробовали заберите ребенка у матери, и это же морально тяжело, и солдаты просили психологическую подготовку. Но это дело как бы солдат, дело армии. Есть другая сторона, есть раввины в армии, очень много религиозных солдат, которые слушают раввинов. Практически ни один из раввинов не сказал, что есть обязанность не исполнять этот приказ. Идти за совестью. Ты же понимаешь, что будет. Ты же понимаешь, что будет, когда эти территории будут отданы в руки не то что террористам, террористическим организациям. Мы же видим сегодня, во что превратился сектор Азы. Сколько людей погибло по большому счету. Кто ответственный? Не тот командир, который послал тебя, а ты ответственный. И если кто-то раскаялся, я не слышал о таких случаях настоящего раскаяния солдат, то он должен возмещать убытки не его командиры, не государства, а он должен возмещать убытки поселенцев. Он должен идти утешать их и просить у них прощения, не его командиры. Это голоха. Это голоха. К сожалению, эта ситуация с религиозной точки зрения была полностью проиграна. Я в этот момент находился не в Гуш-Катифе, а в таком же поселении в Северном Шамроне, которое должно было быть выселено, в Сануре. Это последнее поселение, которое было выселено. И меня нашли с русского радио, с израильского русского радио РЭКа. стали меня что-то спрашивать. У меня была арестована дочь, очень жестко и очень некрасиво была арестована полиция, находилась в то время в тюрьме. Начали спрашивать, а за что ее арестовали. Скажите мне, в сталинские времена можно было ответить, за что арестовали человека. Я с чего-то вопрос унизительного не стал на него отвечать. Я просто в открытом эфире призвал всех солдат, которые говорят по-русски не исполнять приказ. Не отвечая на вопрос, я просто призвал в открытую не исполнять приказ. Я знаю только одного раввина, который воспользовался этой галахой напрямую. Сказал мне, правда, через много лет, через много лет, скажем, года два-три назад, Рафшерке записал урок о галахический урок о том, что не следует исполнять подобные приказы. Когда ты идешь против своей совести, когда тебе понятно, что тебя сделали винтиком в политической игре, бери ответственность на себя. Ты потеряешь звание? Отлично. ты будешь сидеть в тюрьме 20 дней, 30 дней. Отлично. Но ты не пойдешь против своей совести. В честь Рафшерке надо сказать, что, скажем, можно спросить, почему он тогда это не сказал. Говорить было бесполезно. До недавнего времени невозможно было открыть рот и сказать подобные вещи. Последнее время, последние годы, и, наверное, это мудрое решение человека очень достойного, который и во время размешивания вел себя очень достойно, в отличие от многих других раввинов. Это мудрое решение, что он только через несколько лет, через много лет он объяснил эту Галаху, но он ее объяснил. Я пытался это сделать в русскоговорящей среде в то время. Теперь, скажем, это пример того, насколько, скажем, пагубно не изучение Танаха. Когда ты учишь просто гемару, ты проскакиваешь это место. Ну, хорошо, Абнер Амасов сказал, не стали убивать кагенов, но в то же время оказались в противлении. Очень хорошо, пошли дальше. В гемаре такие вещи, к сожалению, пропускаются при изучении гемаря. Основной акцент это на кашру, на субботу, морально-нравственные аспекты и такие аспекты, как, скажем, агадот, которые раскрывают нам духовный мир, они, к сожалению, пропускаются. Поэтому эта голоха, она упала между пальцев, ее не обсуждали. И, скажем, раввины, я не говорю о, скажем, о всех политических играх, целый ряд раввинов просто не готов был к этому вопросу. Не готов был к этому вопросу. А когда исполняют, а когда можно не исполнять приказ, а может быть, это только когда убийство, когда речь идет об убийстве, не о правдовом убийстве людей, тогда ты не исполняешь приказ. Мы видим с вами, что критерий оценки это совесть человека. Человек берет ответственность на себя и он не делает то, что он не должен делать. Многие понимали, о какой большой трагедии идет речь. Но и сегодня не поздно говорить об этой глухе, потому что, к сожалению, угроза подобных гуш-катифу явлений она остается, она остается и не поздно говорить об этой глухе. Также не поздно говорить о ней для того, чтобы люди, которые принимали в этом участие, может быть, кто-то бы понял свою ответственность и совершил такую великую заповедь, как раскаяние. Здесь я останавливаюсь, делаю основе демонстрацию и я готов выслушать ваши вопросы. Разиев, позвольте, пожалуйста, у меня буквально сегодня была переписка в Фейсбуке с человеком, который мне заявил, что ему главный раввин гуш-катифа, когда он ему сказал, что не соблюдают субботу и рель-кашут, он сказал, что вера не в соблюдении субботы, а в том, чтобы ты пришел воевать за жизнь евреев. Секунду, секунду, я вот выключил здесь. Да, пожалуйста, Наталья, звук опять включается и идет. Это, наверное, у кого-то еще. Посмотрите, пожалуйста, тот, кто говорит, посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас были микрофоны. На еврейте имя Снун начинается, там включен микрофон. На еврейте Снун, там включен микрофон. Я не вижу. Ну, хорошо, ладно. Если вы не услышали, я могу повторить. Да, пожалуйста. Человек мне сказал, что ему главный раввин Гушкатифа некий сказал, что, ну, когда он пришел, ему это армейский человек, я так понимаю, он сказал, что он не соблюдает субботу и кашу. А тот ему ответил, что вера не в соблюдении субботы, а в том, что это пришел Гушкатиф воевать за Жентгибриев. Скажите, это как-то пересекается вот с тем объяснением, которое вы мне, вы нам изложили, потому что для меня это как-то очень дико. Я не понимаю, что, знаете, пришел воевать за Жизнь евреев. Ну, вот, да, то есть ему раб сказал, что субботы это не важно и кашу тоже, а вот, ну, это вот, вот, как вы говорите, некоторые психологи и раввины в армии, да, они, получается, зомбировали солдат на то, чтобы у них были свои какие-то идеологические ценности. Раввины нет, психологи, да, раввины просто, многие раввины, действовали на то, чтобы сломить сопротивление поселенцев, а не воздействовать на солдат, обманутых и запутанных. Вот. Мне очень трудно понять эту ситуацию, что значит, я пришел воевать. Трудно сказать. Раввин нашего Ишува, вот, Рав Матани Бен Шаха, он мне рассказывал, что, когда в этот период к нему один из молодых людей, который служил в армии, живет в нашем Ишуве, обратился к нему с вопросом, исполнять ему приказы нет, он ему сказал, да, ты решаешь сам, но знай, что и в этом мире, и в будущем мире тебе зададут единственный вопрос, где ты был в этот день. Это то, что сказал Раввин нашего Ишува. Азей, вопрос можно, да? Да, пожалуйста, да. По основной теме, по основной теме. Пожалуйста, да. Смотрите, я не совсем понял, почему, так сказать, это авторитет царя, который официально, пророк официально его, так сказать, после невыполнения воли Всевышнего отстранил фактически от власти. Пророк во всеуслышание отстранил. Почему у него авторитет остается тот же самый царский? Больше того, наверное, не осталось в туне, так сказать, в секрете помазания Давида. И не только, наверное, в семье Ишая и в колене Игуди, наверное, и остальные тоже должны были знать. Очевидно, и сам Мэра Шауль знал, как вот совместить официальное отлучение его от царства и вот такой авторитет, который по голове должен соблюдаться. Где этот авторитет? Если вы помните, вопрос, конечно, правомерный, но если вы помните, Шмуэль нигде публично не заявил Шаулю, что тот больше не будет царем. Он его, как вы говорите, не отстранил от царства, да, и в общем-то у фророка нет такой прерогативы отстранить от царства. Он может поматься от царства. У кого есть такая прерогатива? Это у Сангедрина. Но мы понимаем, что ситуация очень сложная. Попробуй вынесли решение в Сангедрине, что царь отстранен от власти. Мы представляем, что можно быть с этим Сангедрином дальше, на следующий день или в тот же день. Поэтому ситуация реальная, она, реальная ситуация очень сложная. Шауль не отстранен от власти. Давид относится к нему как к царю, как к помазаннику Бога, когда он не поднимает на него руку, как вы помните, он в общем-то и не делает ничего против него. Он делает что-то за себя, чтобы утвердить свой авторитет, но он ни в коем случае не делает ничего против Шауля. Поэтому хорошо ли это или плохо Шауль остается на данный момент, он остается царем. А Хеверик как первосвященник наверняка знал? Или даже он не знал? О чем он должен был знать? Почему он должен был? О том, что он отстранен фактически Шмуэлем. Опять же, вы говорите отстранен. Он не был отстранен. Он сказал, что его потомство Шауля не будет продолжать царствование. Он ему не сказал Шаулю снимай с себя все регалии и отдай корону, которой может быть не было, допустим, корону отдай Давиду. Не сказал ему этого? И последний вопрос. Царь имеет право казнить без суда, без сангедрина? Мы об этом говорили много раз. Царь имеет право казнить и миловать единолично. Фактически и Давид и Шламо понимали, что это очень, понимаете, есть закон. Есть как бы ограда этого закона. Иногда без ограды закон не может работать. Давид и Шламо понимали, что без ограды этот закон не может работать. Один человек не может решать. Он может спылить, он может что-то сделать, он может увидеть неправильно. Поэтому Давид, а за ним Ишнамо создали Сангидрин, Сангидрин царя, который судил по законам Торы, Сангидрина, но решение принимал царь. Но уже он не принимал это решение как бы мгновенно, он выслушивал людей, он выслушивал мудрецов Торы, разные стороны, и после этого принимал решение. Это то, что было в дальнейшем. У Шауля не было такого Сангидрина. Мы видим, что его состояние было весьма проблематично, и мы видим, чем это кончилось. Можно вопрос? Да, пожалуйста, да. Чуть-чуть назад. Значит, Давид бежит к Плештим. Он бежит к ним, потому что ему уже не осталось места безопасного на территории Эр-Цесраэля. Да. Там он, как известно, так сказать, притворяется безумным, его изгоняют, и вот тут выясняется, что он может таки не просто перейти границу между Плештим и Эр-Цесраэля, а он может совершить путешествие от прибрежной, так сказать, равнины до Мертвого моря. И ничего. И после этого спрятаться в пещере, после этого вызвать к себе близких, и все это, так сказать, совершенно безопасно. Вот это мне непонятно. Или, так сказать, отчаяние толкает его на то, чтобы бежать к врагам, или, на самом деле, так сказать, после того, как его оттуда изгоняют, можно, так сказать, вполне найти себе убежище. Вопрос очень правомерный. Как можно себе представить, Давид, убежав из Гива и пройдя через Нов, он совершенно не представляет, что будет, если он сейчас даже в Иуде постучится в какой-то дом. Он передвигается только ночью, потому что любой человек, который его увидит, он представляет опасность. И первое, что он делает, находясь в таком положении, когда ему трудно достать провиант, пропитание, он не может никуда постучать, попросить ни у кого. Ему трудно защитить себя, и ему трудно спрятаться, потому что он считает, что его выдадут. Он считает, что он один, он в крайней опасности, и он идет к Плештим, тоже идет на крайне тяжелый шаг. Но он предпочитает, вместо того, чтобы умирать где-то с голоду, голодать где-то и жить как зверь, он предпочитает попытаться устроиться на службу к Плештиму. То, что он в конце концов потом и делает, это его не последняя попытка перейти к Плештиму. Вот, теперь, вернувшись в Адулан, он скрывается в пещере, как мы помним, он один, совершенно один, скрывается в пещере, посылает к отцу, посылает письмо к отцу, передает письмо к отцу. Не знаю как, может быть, сам относит ночью, потом убегает. Может быть, через какого-нибудь мальчишку посылает весочку к отцу, и когда дом отца его реагирует положительно и готов, идет на такой совершенно нетривиальный шаг, как мы представляем себе всю эту обстановку, он готов присоединиться к нему, тогда начинается другая история. Начинается другая история. К нему присоединяется большой отряд, 400 человек. Человек-человек, не такой маленький отряд, люди все военные, владеющие оружием. И тогда Давид, опять же, передвигаясь по пустынной местности, он уходит в район Мертвого моря и не куда-то в цветущий район Энгеди, он уходит в Моап, где-то засушливые совершенно места, и скрывается там. И мы видим, насколько ему трудно. Он посылает родителей в Моап, потому что он понимает, что они не выживут при такой жизни. Потом он бы никогда не вернулся в центральную часть страны, если бы ему не сказал пророк. Зачем для него? И понятно, это подвергнет себя крайней опасности. И теперь уже не только себя, но и людей, которые с ним. Это та ситуация, которая видится. Он к плещин бежит, потому что он не представляет себе, к кому он может обратиться. Даже к дому отца своего. Он сейчас пойдет в дом отца своего, он навлечет на них беду. Даже если они его примут. Понимаете? Так что, поэтому, как бы, вот ситуация, она вырисовывается такой. Потом есть странность. Он бежит к плещинам, очевидно, в расчете найти там убежище, и прикидывается безумным. Очевидно, предполагая, что его изгонят оттуда. Ну, то есть, или одно, или другое. Он прикидывается безумным после того, как его узнают. До этого он надеется, что его не узнают. А, то есть, он на это рассчитал. Понятно. Спасибо. Я вижу, Шимон поднимает руку. Я хотел вас спросить, если можно, по поводу того, что вы рассказали, суда царя. Мне немножко непонятно, если там вы сказали, что это суд Сыгидрин, то по суду еврейским законам практически он не может вынести смертный приговор с учетом предупреждений и ответов. Это у него, насколько я знал, как я помню, это был суд-таки царя, где не учитывали ни предупреждения, ни запомин, как бы, Тора. Я правильно понимаю? Я еще раз постараюсь пояснить. Дело в том, что Сыгидрин, который собрал Давид и Шламо, это не был Сыгидрин, который предписан законом Торы. Закон Торы предписывает, чтобы был один главный Сыгидрин, в котором 70-71 человек. Как можно считать главу Сыгидрин? Неважно. 70 человек, скажем, условно возьмем. И должны быть суды, Сыгидрины в каждом городе, в каждом колене и в каждом городе должны быть Сыгидрины, уже не главные Сыгидрины, а по 23 человека. Главный Сыгидрин и Сыгидрины по 23 человека, они имеют право рассматривать дела, которые касаются смертной казни. Они их рассматривают в соответствии с точным законом Торы. Если что-то, скажем, скобка скажем, чтобы нам было понятно, что если им вина человека очевидна для них, а каких-то формальностей не хватает, например, предупреждение свидетелей, как вы упомянули, если это серьезное преступление, убийство, то они не отпускают его на свободу, убийцу. Упаси Бог, как можно убийцу, злодея, который на глазах у других убил человека, как можно его отпустить на свободу? Они его передают на царский суд. И царь уже решает, исходя из своих установок, он решает судьбу этого человека, убийцы. То есть фактически Сыгидрин не может работать без царя. Мы знаем эту проблему, что когда к власти необиудея пришел Гордус, то Илель, старший, он сделал такое действие, сейчас тоже нет возможности рассмотреть подробно, он фактически отказался от судов, от дел, которые рассматривают вопросы жизни и смерти человека. Потому что без царя, а Гордус, он был царем, как говорят, тот еще, без царя Сыгидрин не может рассматривать такие вещи. Они работают как бы в симбиозе. Формальный закон какой-то не совпадает, Сыгидрин его не может казнить, но вина его совершенно очевидна. Передают его на суд царя. И то, что касается конкретно ответа на ваш вопрос, Сыгидрин, который был при Давиде Ишламо, состоял из мудрых людей, разбирал по закону Торы, но он не был Сыгидрином, слово которого как печать и все решал там царь. Выслушав всех, решал царь. То есть это некоторое такое, можно сказать, неформальное образование. Потому что с точки зрения Торы, такой Сыгидрин, он и не описан нигде, и его права непонятны, но для Давида Ишламо это было очень важно. Спасибо. Еще маленький вопрос. Я правильно сейчас понимаю, когда вы все изучали, что на самом деле Ибридский суд, он рассчитывает на суд Всевышнего, когда практически невозможно судить человека на смертную класть, даже явно убиться, это очень сложно. Я не говорю, что там все должны, один должен пугасовать против, иначе если все единогласно тоже это решение отменяют, то масса таких ограничений, что реально, по-моему, осудить человека это очень трудно. Я вам хочу сказать, мы живем в реальном мире, а не в мире игрушек. Тора, она живая, а не Тора роботов, кукол. Понятно, что преступника невозможно отпустить из-за того, что там кто-то не предупредил, или свидетели, когда они предупреждали, они не видели друг друга, это тоже не считается, или они его предупредили, но они не предупредили о том, какое наказание полагается за это преступление. Ну, все, говорит Сангидей, мы как бы это, вот чужими словами умываем руки, мы ничего не можем сделать, мы отпускаем. Никогда не было такого, не может быть. еврейский суд Сангидрин рассчитан на осуждение тех, на осуждение тех, кто, скажем, наглою, открыто выступает против Торы. А им выносится приговор Сангидрин, потому что вы понимаете, что если человек, если человека предупреждают, ты смотри, ты не смей, убивать его, тебе Тора запретил это, и запрещено с точки зрения Торы, из-за убийства полагается смертная казнь, нужно, что он еще ответил и сказал, я знаю. То есть мы просто, к сожалению, с вами никогда не рассматриваем реальные ситуации, и поэтому не понимаем законы Торы, вот таких законов Торы, и не понимаем Танаха, и не понимаем, как закон Торы применяется в жизни. Сангидрин казнил тех, кто выступает нагло против Торы. Сангидрин казнил, вот то же самое, если человек костер разжигает в субботу в публичном месте, ему говорят, это не стоит, он говорит, я все равно буду, он говорит, смертная казнь за это, он говорит, я все равно буду, тогда ему выносится смертный приговор в Сангидрине. Если нет, его передают на суд царю, и там уже решит. А царь решает по своим соображениям. Я сейчас не берусь говорить, что это точно так. Ну, допустим, скажем, если один человек разжег костер в субботу, он может сказать, ну, Бог с ним, не хочу с ним связываться. Но если таких уже было десять, он обязательно одного из них казнит. Потому что он отвечает, царь исходит из проблем всего общества, из морального состояния всего общества, из обмудения закона всем обществу. Это примерно то, что происходит. Это тот симбиоз Сангидрина и царя, который работает вместе. Есть у Сангидрина еще способы казнить без царя, но он ни в коем случае не отпустит убийцу. Все это, понимаете, это Агада про, скажем, Раде Акива, который говорит в строкотате Макот, что если бы я сидел в Сангидрине, то ни одного человека вообще бы не казнили. И говорят, что Сангидрин, который один раз в 70 лет приговаривал человека к смертной казни, он называется кровавым, это все то, что называется Агадан. Это нереальная жизнь. Ну, если мы хотим играть в игрушки, то, пожалуйста, тогда это можно принимать как реальные вещи. Хорошо. Ладно. Спасибо. Мы с вами... Вопросы. Да, пожалуйста. Мы уже с вами закругляться. Пожалуйста. Хорошо. Маленький вопрос. Пожалуйста. Вы пользуетесь словом по отношению к Всевышнему, да, слово Всевышний. Вот. Какое это слово Ильон? Нахон? Не помню. Еще раз. Слово Всевышний переводится как слово Ильон, да? Слово Ильон переводится как слово Всевышний, да? Для меня это не совсем так. Для меня это общее обозначение, как бы... Если в Торе, ну хорошо, в Торе же есть слово, да? Вы используете слово, которое в Торе нет. Найдите... Давайте мы скажем так, да? Давайте мы скажем так, что это не совсем тема наших занятий, лингвистические изыскания в области русского языка. На будущее я хочу предупредить, что словом Всевышний я пользуюсь просто вместо скажем таких слов, как Бог, Всесильный... Это правильно, я ничего не говорю о... Чисто условия. Да, просто когда мы читаем Торе, есть место, где написано слово Ильон, слово Ильон, которое мы обычно переводим словом Всевышний, относится это в книге Двори, 28 глава, первый стих, да, и вот там написано, что Всевышний дал вам быть над всеми народами, то есть над всеми народами ты будешь Всевышним. Я не совсем понял, я не совсем понял, не совсем ответить на этот вопрос, и скажем... Ну, посмотрите, второзаконим, говорим обязательно посмотрю. Посмотри, все, все, туда раба. Хорошо, давайте мы закроем наш форум, вот, и большое спасибо всем за внимание, за терпение, и за вопросы очень глубокие, вот, и надеюсь на дальнейшие встречи, встречи с вами, вот, есть какие-то вопросы, остались, пожалуйста, запишите их себе на следующий раз, постараемся начать с них. Спасибо, Равзин, спасибо. Спасибо большое. Хорошего. Спасибо. Спасибо за урок, всего вам тут.